Краевую столицу намерены превратить из транзитного города в полноценный туристический центр. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, городские власти организовали первый информационный тур. Оценить потенциал кубанской столицы съехались представители туриндустрии из разных регионов России. В течение трех дней они будут сами в роли путешественников гулять по историческому центру, проживать в различных отелях и ужинать в городских кафе. Как прошло первое знакомство с Краснодаром в нашем материале. Утро менеджера российской туриндустрии провели с гидом. Как закаленным путешественникам им не помешала даже ненастная погода. Начали с прогулки по старому центру Краснодара, прошлись по Красной и Екатерининскому скверу. Ростовские гости в кубанской столице не первый раз. Обычно приезжают по делам фирмы, но вот с культурой и историей города не знакомились. Для себя хотим посмотреть Краснодар, что он из себя представляет, как туристические и спортивные объекты, гостиничный комплекс. Хотим посмотреть, куда мы размещаем своих туристов, самим прощупать это все. Лариса Толстолуцкая, экскурсионные группы, водит по Краснодару почти 40 лет. Рассказывает, что в советские годы путевки на Черное море обязательно включали пару дней в Краснодаре. Поэтому туристов на улицах было в разы больше. Сегодня иногородние гости в основном бизнесмены, поэтому интересуют их не музеи, памятники, а деловые центры и новые районы. Туристам интересен сегодняшний наш город, как он быстро развивается, как он быстро застраивается, темпы, масштабы очень привлекают к нам гостей, которые приехали просто посмотреть, слышат, что это город благоприятный для развития. Им интересно узнать, почему у нас жилье. Они знакомятся с нашими предприятиями, находят себя и хотят проживать здесь. А пробовать на себе, чтобы потом привезти гостей. С такой целью приехали участники инфотура. Обычно в своих городах они отправляют на отдых клиентов. А тут, побывав в их роли, некоторые даже решили переехать в Краснодар и уже собирают чемоданы. По работе сначала приехала, один раз, два, на третий. Вот я сейчас уже приезжаю и уже не хочу уезжать. Просто я влюбилась в этот город с первого взгляда. Уже я сейчас подготавливаю все, чтобы здесь остаться. Ну и с Тольятти, можно сказать, переехать вместе с семьей. Туристы, которые приезжают в Краснодар с деловым визитом или просто отдохнуть, чаще всего останавливаются в гостиницах. Что может предложить кубанская столица, гостям тоже показали. Они посмотрели номера от эконом до премиум-класса в разных отелях. Своими впечатлениями поделились с местными властями и экспертами. По мнению участников инфотура, все гостиницы соответствуют количеству своих звезд. Но чтобы улучшить сервис, краснодарские отельеры проводят тренинги для персонала и даже внедряют тайных гостей. Сейчас больше и больше отелей интересуют, как персонал отвечает и работает с гостями. То есть это и тайные звонки, это и тайные поселения. Причем это не для того, чтобы наказать персонал и не для того, чтобы обозначить, скажем так, жестко какие-то проблемы. А наоборот, выявить то, что можно улучшить, в каких местах надо подработать и каким образом сделать отели более привлекательными для гостей, чтобы гостям было комфортно и уютно. Принимают туристов. В нашем городе около 200 гостиниц. От небольших гостевых домов до международных отелей. Лучше из них еще предстоит посетить участникам инфотура. Также они побывают на главных спортивных объектах – в баскет-холле и Ледовом дворце. Впереди еще два дня экскурсии, а после менеджеры Турфин вернутся в свои города, чтобы создать новый туристический маршрут – Краснодарский. Наталья Ястребова, Мария Литвинова, Евгений Валитов, Дмитрий Сокмаркин и Юрий Клочинов, Краснодар-24.